Здравствуйте, в эфире Первая студия, с вами Тамирис Рыспаева. Сегодня мы поговорим о региональном кадровом резерве, а в гостях у нас Алия Оспанова, руководитель управления Департамента агентства по делам государственной службы по Кустанайской области, а также Айнур Накашбаева, заведующая кабинетом филиала Академии государственного управления при президенте. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. Благодарим вас за то, что уделили время. Сегодня у нас такая очень интересная тема. Я думаю, что будет логично начать с того, что такое вообще региональный кадровый резерв и какие цели он преследует. Идея создания регионального молодежного кадрового резерва, это была одна из первых инициатив главы государства, Космужмарта Тукаева, главная задача которого – это реализовать потенциал нашей молодежи, применить их навыки в сфере, в системе государственного управления. И вот с 1 марта текущего года стартует во всех регионах нашей страны, в городах республиканского значения, а также в столице, стартует отбор в региональные кадровые резервы. Цель данного проекта – это формирование региональных пулов молодых управленцев и формирование и привлечение талантливой молодежи в развитие в регионе. Хорошо, спасибо. А кто будет осуществлять отбор в региональный кадровый резерв? Департамент отдела по государственной службе? Ну, отбор в региональные кадры резервы будет проводиться кадровой комиссией. Данная кадровая комиссия утверждена Акимом области. Председатель кадровой комиссии является Аким области, в состав которого входит руководитель департамента агентства по делам государственной службы по Кустанайской области, также руководитель аппарата Акима области, также председатель областного Маслихата и ревизионной комиссии. Рабочим органом данной комиссии будет департамент агентства по делам государственной службы по Кустанайской области. Хорошо. И, наверное, такой важный вопрос. Какие будут требования предъявляться кандидатам в региональный кадровый резерв? Ну, во-первых, это должны быть граждане нашей страны, граждане Республики Казахстан, не старше 35 лет, имеющие высшее образование, также стаж работы не менее трех лет. Но здесь в этот стаж работы входит любая сфера деятельности, будь то частный сектор, квази-государственный сектор, ну, не более, то есть не менее трех лет стаж работы в целом имеется в виду. Вот основные такие требования. Требования не такие высокие, сложные. Наличие высшего образования, как я сказала, не старше 35 лет. Алия Серегбаевна, вообще, наверное, такой важный вопрос, как будет проходить эта заявка? То есть они могут подать в оффлайн-формате или в онлайн-формате подают? И какие документы они должны предоставить участникам? Да, в целом отбор будет состоять из нескольких этапов. Первый этап, он пройдет с 1 по 31 марта текущего года. И вообще отбор будет проходить в оффлайн-формате через платформу унрпкрезерв.gov.kz, а также те, кто желает подать на бумажном носителе, могут подать это через нас, через департамент агентства по делам государственной службы. А также, кто хочет представить документы в электронном виде, тоже есть такая возможность. Есть электронная почта. Костанай, Собака, УНР, ПК-резерв, точка.gov, точка.kz, по этой электронной почте они могут направить документы. В течение с 1 по 31 марта претенденты могут подавать заявки. Также те, кто подает заявки, к примеру, в электронном виде или через бумажный носитель, то они должны будут в дальнейшем в течение одного рабочего дня зарегистрироваться через эту платформу. И в дальнейшем уже каждому через эту платформу, да, и каждому будет приходить уведомление о том, что они подали документы через, на каждом в личном кабинете на данной платформе будет приходить такое сообщение. Ну вот в целом, вообще из нескольких этапов будет состоять вот этот первый этап, который основной, подача документов, копия удостоверения личности или копия паспорта. Второе – это копия диплома в образовании. Если диплом имеет зарубежного образца, то необходимо будет инстерификация данного диплома, плюс еще приложение к диплому. Третье – это копия документа, подтверждающая трудовую деятельность. Согласно статье 35 Трудового кодекса, это может быть копия трудовой книжки, архивные справки. Ну, согласно законодательству, тот перечень документов, который может подтвердить их трудовую деятельность. И также цветная фотография. Цветная фотография необходимо будет приложить в перечне документов. Послужной список еще, ну послужной список, он утвержденного образца, они должны будут этот послужной список заполнить. Хорошо. А что это за трясливые направления? Как они будут определяться? Да, вот каждый при регистрации, каждый претендент, он выбирает отраслевое направление. Отраслевое направление и регион. К примеру, он не допускается, чтобы один претендент мог выбрать несколько отраслевых направлений или несколько регионов. Если он выбирает один регион, соответственно, одно отраслевое направление. Например, если кандидат, претендент выбирает регион, находясь здесь, он может выбрать другой регион. Но не допускается изменения отраслевого направления в течение этого периода приема документов. Вообще отраслевые направления определяются кадровой комиссией Акима области. Каждый имеет возможность выбрать одно из направлений. Всего 7 направлений, базовых направлений, которые определила кадровая комиссия области. Это индустрия и промышленность, агропромышленные комплексы, земельные отношения, социальная сфера, экономика и финансы, жилищное хозяйство и инфраструктура, цифровизация и экология. Всем этих направлений. И при этом хочется отметить, что они не могут поменять свое отраслевое направление. Изначально как зарегистрируются. И поэтому отраслевое направление будет в дальнейшем презентацию проводить уже своего проекта. Хорошо. Норси Метановна, например, зарегистрировался претендент на платформе, подал заявку и документы. А что будет дальше? Что он должен сделать? Кандидаты, прошедшие успешное тестирование, должны будут явиться в город Астана в Академию госуправления для того, чтобы пройти оценку асессоров. В свою очередь нужно здесь отметить, что это будет за свои личные средства кандидата. И нужно понимать, что если вам день назначен, нужно явиться в назначенное время, назначенный день. Также еще в программе имеется такая ремарочка о том, что те, которые ранее проходили и имеют заключение оценку асессмент-центра, им не обязательно проходить заново. Это говорится о тех кандидатах, которые проходили, возможно, в прошлом году по МКР. Которые не дошли до конца? Да, да. По каким-либо причинам они не дошли, не вошли в состав ПМКР, и тогда эти кандидаты, если у них есть положительные заключения, то они могут без прохождения этого этапа предоставить отчет. Я считаю, что это отличная возможность для тех, кто почти прошел все этапы, но по каким-то причинам прошел. Тем более, только у нас в прошлом году был отбор в президентский молодежный кадр и в резерв. И вот как раз-таки для наших этих кандидатов, претендентов, которые прошлого года, будут очень хорошие возможности. Я считаю, что будут они подавать, уже не нужно будет этот этап проходить. Да. А что входит в заключительный этап отбора? Это когда они в городе Астана уже подтвердят, пройдут тест, и тогда они уже считаются резервистами? Да, это один из этапов. Да, это уже четвертый этап после того, как они уже пройдут. Знаете, вообще весь этот этап длится на протяжении с марта месяца до июня месяца, получается. Прием документов, вот об этих этапах мы сейчас говорили. И вот один из этапов, это четвертый этап, это структурированное интервью. То есть кадровые комиссии будут проходить, претенденты будут проходить интервью. Само это интервью будет проводить кадровая комиссия, которую я уже озвучила, состав данной комиссии. Это структурированное интервью проходит в формате презентации. То есть каждый претендент, дошедший уже до этого этапа, будет проходить интервью с кадровой комиссией. Им будет введено определенное время, то есть в течение пяти минут они должны будут провести презентацию. К интервью допускаются уже к этому этапу не более 23 кандидатов. То есть будет где-то порядка 23, наверное, кандидатов, кто уже дойдет до этого этапа. Презентация должна состоять из пяти слайдов. В ходе презентации кандидату будет необходимо раскрыть свое отраслевое направление, которое изначально они избрали, раскрыть суть своей проблемы, пути решения и ожидаемые результаты. То есть в течение пяти минут они должны полностью презентовать свое видение. На защиту презентации могут привлекаться независимые эксперты. Эксперты именно по отраслевым направлениям, также представители общественных объединений, неправительственных организаций, также средства массовой информации могут принять участие при прохождении структурированного интервью. Комиссия оценивает кандидатов именно на аналитику, глубину знаний, коммуникативные навыки. Вот по этим трем ключевым направлениям комиссия будет оценивать. Хорошо. Какие возможности и привилегии открываются для резервистов? Ну, в целом, это формируется пол молодых управленцев, которые будут наносить вклад в развитие нашего региона в той или иной сфере, которую они выбирают. Поэтому мы надеемся, что участников будет много. Область нуждается в молодых, амбициозных управленцах. Поэтому, пользуясь такой возможностью, мы призываю доучаствовать в региональном кадровом резерве. Ну, это, наверное, сразу кадровый резерв, молодежный кадровый резерв, сразу лидерство. Да, это как раз-таки качество лидерские, проактивность, конечно, мы говорим. Проактивность сейчас очень актуальна. Да, это сейчас очень актуальная тема, когда мы говорим, что мы должны быть инициаторами. Мы хотим это как раз-таки в молодых государствослужащих привить качество инициирования. Когда мы говорим, очень много бывает сталкивается, у нас в Академии Госуправления приходят на переподготовку, на семинары повышения квалификации. И мы очень часто говорим слушателям о том, что сейчас время изменений. То есть мы ждем, что новые государственные служащие или молодые кадры готовы вносить изменения. Молодежный кадрый резерв дает возможность пригласить молодых кадров, которые креативны в своей деятельности. Сегодня я немножко тоже расскажу. Была изменена форма переподготовки, введена новая дисциплина, как дизайн мышления и практическая аналитика. Если мы раньше говорили, что мы готовим государственных служащих именно только по проектному управлению внутри государственной службы, то теперь мы ищем больше направления на дизайн мышления, на креативность внутри государственной службы, на гибкий подход управления, на анализирование той или иной ситуации, на правильность принятия решений. Вот эти моменты и эти компетенции, которые Академия ставит себе в углу в угла и считает своей необходимостью развивать именно в этом направлении компетенции. Хорошо. Действительно, сейчас такое время, что уже недостаточно того, что ты приходишь на работу, выполняешь свои обязанности. Но если ты хочешь большего добиться, то ты должен максимально много сделать для своего развития, для развития нашего государства. Вообще, на какой срок будут зачислены резервисты? Да, это тоже вопрос многих интересует. Изначально, да, срок пребывания в резерве два года. В течение двух лет лица, зачисленные в резерве, будут назначаться на административные государственные должности корпуса Б за исключением избираемых должностей, то есть Акимов, да, за исключением этой категории они будут назначаться на административные государственные должности. И будут состоять в резерве два года, еще раз, да, акцентирую внимание на это. А, например, если он был резервист, был два года, да, затем он может потом снова принимать участие, чтобы попасть снова в молодежный кадровый резерв через какое-то, например, время? Да, ну, мы вот изначально, наверное, говорили, что это впервые, да, именно региональное, формирование регионального кадрового резерва будет проходить в текущем году. Ну, да, пока еще вот этот пройдет у нас первый резерв. У нас вообще планируется, да, что 15 будет зачислено кандидатов, 15 кандидатов в региональный резерв. Такая вот потребность определена, это количество было определено кадровой комиссией, 15 резервистов будет зачислено. Ну, президентский молодежный кадровый резерв, он достаточно, да, набрал популярность, я думаю, что региональный тоже наберет популярность, и будет много лидеров, которые придут, покажут свои идеи, да, захотят что-то, внести какой-то вклад в развитие нашей области. Что вы можете дать, какие советы тем людям, которые хотят попасть в региональный кадровый резерв? Ну, хотелось бы, прежде всего, пожелать им удачи, да, это формируется именно резерв из высококвалифицированных кадров, которые будут воплощать и реализовывать идеи именно для развития нашего региона, да, кому не безучастна деятельность и жизнь нашего региона, нашей области. Поэтому мы думаем, что в числе именно резервистов будут самые сильные, которые патриотами, являются именно патриотами своей малой родины и нашей области. Поэтому хотим, чтобы максимально могли принять участие все желающие нашей области. И хотелось бы еще сказать, да, что вся вообще подробная информация у нас есть на сайте, еще раз остановлюсь, да, unr.pk.reserv.gov.kz, а также на нашей странице департамента, инстаграм, социальные сети, это Ильгия Хазмет Кустанай и кустанай.unr.pk.reserv. На этих двух страницах можно будет всю информацию найти, а также обращаться к нам в департамент. Мы находимся в городе Кустанай, по улице Касымханова, 34, номера телефонов 39 35 56, 39 34 15. Мы открыты, поэтому если какие-то возникнут вопросы у будущих претендентов, можно обратиться будет к нам. Хорошо, спасибо большое. Я думаю, да, сейчас такое время, что вот найти информацию, да, не так сложно, как это было раньше. Да, все доступно, да. Все доступно, да. И мы, конечно, со своей стороны тоже стараемся освещать какие-то интересные, да, темы, чтобы среди наших телезрителей тоже, возможно, будут претенденты в региональный кадровый резерв. Я думаю, что сегодня мы очень максимально подробно все рассказали. Я хочу добавить молодежный кадровый резерв. Хотелось бы пожелать, конечно, нашим телезрителям, да, не упустить возможности, потому что действительно это такая уникальная возможность. Мы сегодня только обсуждали, мы бы сами приняли бы участие, но, к сожалению, это возрастной ценз не позволяет, да. Но хотелось бы обратиться к молодежи, амбициозной, которая ставит себе грандиозные планы на будущее, воспользуйтесь этим моментом. Это прекрасная возможность. По крайней мере, те, которые подходят по квалификационным требованиям, имеют право хотя бы попробовать себя. Я думаю, что, в принципе, их ждет хорошее будущее. Да, проект уникален. Да. Тем более это такой, так скажем, первый опыт, да. Я думаю, что действительно сейчас есть возможность уникальная, чтобы попробовать, как бы вы сказали, да, попробовать, посмотреть, насколько сам человек готов вообще. По знаниям, по стрессоустойчивости, потому что эти этапы тоже пройти, да, нужно терпение, нужны силы, не говоря уже о знаниях определенных. Вообще, насколько сейчас среди молодежи вообще популярна работа на государственной службе? Сейчас очень много, да, различных других профессий открываются. Но говорят же, что вот человек рождается для того, чтобы, да, работать на государственной службе. Потому что даже у некоторых людей спрашиваешь, они говорят, нет, я только на государственной службе хочу работать. То есть патриоты такие, так скажем. Ну, я не знаю, Лиза Львовна, хотите добавить нет? Я могу сказать со своей стороны, да, к нам же приходят обучаться госслужащие. И мы работаем в таком формате. Во-первых, мы берем на себя ответственность и развивать их навыки, необходимые для государственного служащего, да. И здесь, конечно, мы видим большой рост. Вот сегодня, прямо на сегодняшний день, у нас две группы курсов переподготовки, впервые принятых на государственную службу. Там очень много молодых людей, которые пришли на государственную службу, амбициозные, у них столько идей, креативные. По дисциплине дизайн-мышления мы видим их проекты, которые хотят они реализовать, да. То есть я могу сказать, что среди молодежи очень даже пользуются спросом государственной службы. Потому что как и пересмотрены были заработные платы, да, и возможности, программ очень много. Поэтому я думаю, что сейчас очень заинтересованным молодежь. Да, даже в целом, если говорить по студентам нашим, да, бывшим выпускникам вузов, заинтересованность мы видим уже с вузов. Да, мы проводим частые встречи со студентами, и если вот раньше, ну, сами посещаем, если вот раньше не было такого интереса в глазах наших студентов, то сейчас они проявляют такую инициативу, задают много вопросов, им интересно, проходят практику. Потому что у нас же все это начинается вот уже, можно сказать, знаете, со школьной скамьи. Мы проводим работу, у нас есть такой проект «Моя профессия госслужащим». То есть мы ознакомливаем всех уже со школьной скамьи о том, что такое государственная служба. У нас представители государственных органов Акимов от районов проводят встречи со студентами, ой, со школьниками уже, и рассказывают о своей деятельности, о своей работе. И это, получается, уже у них 10-11 класс, выбор стоит перед профессией, да, какую профессию выбрать. И тогда они уже знают, имеют представление о государственной службе. И вот эта работа проводится со школьной скамьи. Дальше мы уже работаем со студентами. У нас действует проект «Школа молодого государственного служащего», в которой тоже есть у нас уже в этом году проходит 30, да, у нас в этом году 30 человек. 30 студентов подало заявки на участие в течение этого периода, вот с января по май месяц. Они проходят тоже обучение в стенах филиала Академии госуправления. Поэтому мы работаем постоянно, и сейчас мы видим, что интерес в глазах студентов, есть желание работать. Конечно же, хочется, да, чтобы, ну, это безучастные патриоты, поэтому видим, что государственная служба молодеет. Хорошо. А какие самые главные качества для государственного служащего? Наверное, департамент скажет лучше, но мы дополним обязательно. Ну, сейчас мы в течение всей этой программы мы говорим, да, какие должны быть государственные служащие. Конечно же, они соблюдать должны этический кодекс, да, нормы этического кодекса. Это должны быть инициативные. Конечно же, мы работаем с населением, государственные служащие работают, поэтому они должны быть и проактивные, и уметь ориентированные на потребителя услуг. Поэтому сейчас госслужащие – это такие лица, которые должны в первую очередь работать с населением и оказывать поддержку гражданам, физическим и юридическим лицам. Ну, если мы говорили как ранее про оценку личных качеств, да, то как раз туда входит стрессоустойчивость, инициативность, вот проактивность, вот которую, Олеся Реклановна, вы говорите, как раз дополняет, да. Почему мы говорим стрессоустойчивость? Как раз-таки о том, чтобы вот при оказании государственных услуг бывают разные ситуации, да. Ну, тут как раз-таки коммуникация и своя личная позиция – это очень важно. Умение с самообладанием, да, вот вести диалог на публике – это тоже немаловажное качество для государственного служащего. Стрессоустойчивость, порывы какие-то сдерживать – тоже хорошее качество, которое, в принципе, должен государственный служащий в себе вырабатывать. Поэтому в этом плане – да. Хорошо. Вообще сейчас идёт ли какой-то некий ажиотаж в плане того, что 1 марта, да, уже стартует набор региональный кадровый резерв? Сколько сейчас примерно готовится людей подать заявку? Как-то задают ли вопросы вам? Ну, сейчас у нас проводится такая активная работа по разъяснению именно по этапам отбора, по требованиям, предъявляемым именно кандидатам в региональный резерв. Поэтому сейчас это на уровне того, что мы ходим, разъясняем, объясняем, как можно будет подать документы. Потому что вопросов возникает множество именно, как подать заявку, где её можно. Поэтому у нас сейчас идёт такая активная работа уже в регионах. Каждый повсеместно, в каждом районе нашей области местные исполнительные органы такие же аналогичные встречи проводят в своих коллективах. Не только в числе госслужащих, но и в государственном секторе, частном секторе. Сегодня буквально мы ходили тоже, проводили разъяснение Кустановской теплоэнергической компании. Завтра планируем Баян-Слу. Ну, в общем, все сферы хотим затронуть. Поэтому сейчас идёт вот такая активная именно разъяснительная работа. А с 1 марта уже будет приём документов. Здесь хотелось бы ещё отметить, что 8 февраля уже было размещено, опубликовано объявление о том, что с 1 марта будет стартовать именно отбор, приём заявок будет проходить. Поэтому сейчас вот такая вот работа разъяснительная проходит. Насколько вообще интересно людям? И думаю, что, наверное, много тех, кто хочет, но где-то сомневается, возможно, думает, что ещё не готов. Что нужно делать в этом случае? Как вы думаете? Здесь вот желание, как вы говорите, да, желание мы уже видим, что есть. Потому что требование, наличие высшего образования и именно требование по стажу работы 3 года. Ну, это, можно сказать, да, что это не такое большое требование, да, минимальные требования, да, 3 года. Поэтому соответствующих именно этим требованиям достаточное количество. Ну, надеемся теперь, что, ну, и видно будет с 1 марта уже, какой будет поток претендентов. Хорошо. Как нужно правильно поддержать тех людей, да, которые готовятся, ну, опять же, понимают, что там будет конкуренция. Ну, наверное, здоровая конкуренция, это тоже хорошо. Ну, это хорошо, конечно. Единственное, что когда человек планирует что-либо, либо участвует, хочет в каком-либо отборе, он должен понимать, что он не один такой желающий. Их, возможно, будет много. Не один лидер. Да, не один лидер очень много. Сейчас у нас амбициозные, я повторюсь, молодежь амбициозная, они считают, что только они уникальны. Возможно, никто этого не будет отрицать, но нужно будет, пройдя все эти этапы, доказать это. Ну, это не лишает возможности в следующий раз принять участие в каком-либо конкурсном отборе, поэтому нужно понимать, что если один раз не получилось, это не значит, что не получится никогда. То есть есть такая возможность поступить, в принципе, на государственную службу, да, поступив на государственную службу, там тоже открывается очень много проектов, очень много возможностей, не только ограничивается кадровым резервом. Поэтому я думаю, что там перспективным людям, которые видят себя в перспективе на каких-либо позициях в государственной службе, я думаю, что это хорошая возможность. Главное, не отступать от нее. Хорошо. Давайте еще раз в завершении нашей встречи озвучим снова сайт, где могут получить информацию, подать заявку и стать участником регионального кадрового резерва. Я, наверное, остановлюсь еще раз на требованиях, да, что это должны быть граждане Республики Казахстан, не старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее трех лет. Вот эти основные требования к кандидатам. Ну и всю информацию, как я говорила, да, и можно будет подать документы через платформу onrpk.gov.kz. На этой платформе вся необходимая информация, и через эту платформу можно будет подать документы. Хорошо, я думаю, что все очень понятно, доступно, и желаю всем тем, кто хочет подать заявку, верьте в себя. Я думаю, что это уникальная возможность, и ее нужно обязательно использовать. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, за то, что все очень понятно, интересно объяснили нашим телезрителям. Благодарю. Спасибо. Дорогие наши телезрители, на это у меня все. С вами была Первая студия. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok